Важное решение на повестке Совета депутатов города Щелково. Снижение ставки земельного налога вот уже не первый месяц ожидают жители. После переоценки кадастровой стоимости земли налог за участки вырос в разы. К счастью, Совету депутатов удалось найти компромисс между интересами населения и городского бюджета. Налоговая ставка будет снижена для выплат, начиная с 1 января 2016 года. Соответствующее решение народные избранники рассмотрели в ходе очередного заседания. Решение депутаты утвердили единогласно. По просьбе жителей, по многим обращениям жителей, а также по инициации представителей Совета депутатов это решение было принято. Я всех поздравляю с тем, что у нас сейчас процентная ставка не 0,3, а 0,2%. Также Совет рассмотрел новое положение о бюджетном процессе. Оно позволит администрации Щелковского района в ускоренном режиме утверждать изменения в бюджете, перераспределять до 10% средств между различными программами. Дали возможность регулировать перемещение с программы к программу бюджетных средств администрации Щелковского муниципального района. Это увеличивает оперативность решения вопросов по выделению средств на те или иные мероприятия, связанные с благоустройством, с социальными какими-то проблемами. Утвердили депутаты передачу полномочий по водоотведению администрации Щелковского района о решении, необходимое для устранения последствий аварии в камере гашения на улице Мичурина. По словам руководителя межрайонного водоканала, ремонтные работы стартовали уже сейчас. Однако также необходимо реализовать субсидии, поступившие из областного бюджета. Так, на ремонт камеры гашения будет выделено 63 миллиона рублей, в том числе софинансирование 20% из муниципального бюджета и Щелковского водоканала. Мы в апреле месяце провели там ЧАЭС. ЧАЭС было проведено и районного масштаба, и областного масштаба. Работы там уже полным ходом идут, потому что в зиму с этим уходить нельзя. Также депутаты внесли изменения в проект решения, принятые ранее, предполагающие компенсации роста тарифов на тепловую энергию для льготных категорий жителей. Социальные выплаты, которые ранее были адресными, теперь будут действовать на территории всего городского поселения Щелково. Для оформления компенсации необходимо обращаться в администрацию Щелковского района. К сожалению, пока регламент получения выплат известен далеко не всем льготникам. Так, депутаты отметили, что необходимо наладить работу по информированию жителей о полагающихся им льготах. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».